МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Это Национальная телевидение Чувашии и программа Айкел Бусер. Если вы внимательно посмотрите на это слово, то вы и заметите, что если прочитать его наоборот, получится слово «республика» название взрослых, серьезных новостей нашего телеканала. Ну а мы, Никита и Данила Васильевы, готовы рассказать о самых ярких событиях детской жизни Чувашии. Сегодня в выпуске отмечаем День Учителя. Катаемся на обновленном колесе обозрения и берем эксклюзивное интервью у победителя программы «Голос дети» Данила Плужникова. Осень в самом разгаре. На улице холодно, но очень красиво. Только в октябре можно украсить студию таким ярким букетом. А еще в октябре куча праздников. Всемирный день музыки, день пожилых людей, день рекламщика, день рождения национального телевидения Чувашии. Нам исполняется 6 лет. Впереди много новых проектов. 14 октября в эфир выйдет программа «Танцы без границ. Кидз». В ней ребята Чебоксар будут бороться за звание лучшего танцора Чувашии. Следом начнется проект «Жемчужина». Мы покажем, как работает театр, как рождается настоящий мюзикл. Расскажи историю в движении, как ты пришел на этот кастинг. Сколько лет, но люблю я лес. Столько я люблю белый цвет. Надеваю тебя по руке, я тяну в секрет, я стану свет. В памяти и на песке, в твоем сердце и душе. Ты найдешь один на первых, чтобы еще пришли. Ну и, конечно, в октябре отмечают праздник наши любимые учителя. Об этом и поговорим. Каждый год мы ломаем голову над тем, как поздравить наших учителей с их профессиональным праздником. Как удивить, что подарить. Мы с юными корреспондентами школ составим настоящий рейтинг поздравлений. Начнем с самых популярных. На пятом месте нашего рейтинга творческие поздравления. Безусловно, учителям приятно видеть, как хорошо их ученики читают стихи, поют песни или танцуют. Ну а праздничные концерты 5 октября проходят во всех школах. На четвертом месте мы разместили возможность отдохнуть. Любимый всеми день самоуправления. Уже много-много лет старшеклассники заменяют педагога в день учителя и понимают, как трудно работать с целым классом непосед. Третье место занимает стен газета. Плюс очевидно, такой подарок может радовать учителя и украшать класс целый год. На втором месте нашего рейтинга живой коридор из аплодисментов и улыбок. Начинать день с позитива, приятный ученикам и героям праздника. Но еще круче вот так признаться в любви. Все гениально и просто. Ну и наконец, победителем рейтинга самых оригинальных поздравлений становятся сюрпризы, о которых учителя ни за что бы не догадались. Приведу пример. Третьеклассники 38-й школы превратили свою учительницу в принцессу. А старшеклассники 61-й школы устроили золотую вечеринку. Каждый учитель смог пройтись по красной ковровой дорожке и почувствовать себя звездой. Ведь так оно и есть. Главное почаще напоминать об этом нашим любимым педагогам. Никита, скажи, в какие самые необычные музеи ты ходил? Музей трактора. Там классно, на трактор можно забраться. Представляешь, сейчас есть даже виртуальные музеи. Например, музей мемов, веселых картинок и видеороликов, которые быстро набирают популярность в интернете. Да, мемы – это весело. Наверное, вы точно видели мем лемура, который призывает всех узбогойца. Или ждуна морского слона, который сидит и чего-то ждет. Так вот, люди придумали собрать все эти мемы на одном сайте и получился виртуальный музей. А еще в нашей стране есть передвижной музей-поезд. Именно туда и заглянули наши корреспонденты Ульяна и Василиса Расколовой. От Калининграда до Владивостока. Поезд-музей путешествует по нашей стране уже шесть лет. Останавливается даже на небольших станциях у деревень. В Чебоксарах поезд гостил четыре дня. Для тех, кто не успел побывать на экскурсии, рассказываем. Музей состоит из девяти вагонов. Сначала посетителям рассказывают об истории железнодорожного транспорта. Вот макет самого первого поезда, а вот самого современного. А это уже вагон Победы. Он посвящен Великой Отечественной войне. Вот в таких вагонах-теплошках солдаты ездили на фронт. А ведь до войны в них перевозили только грузы. Но вернемся в наши дни и познакомимся с железнодорожными профессиями. Это рабочее место поездного диспетчера. Он видит все поезда на мне током. А еще он составляет график движения. Бывает так, что один поезд уехал, а за ним через две минуты приехал новый поезд. Кто самый главный в поезде? Конечно, машинист. Превратиться в него ребятам помогает специальный тренажер. Сейчас мы продемонстрируем вам поездку на электропоезде «Ласточка». А вы все посмотрите и запоминайте. Перед началом движения машинист обязан подать один длительный сигнал. Давай, нажимаем на кнопочку. Смелей. Так, теперь левой ручкой берем контроллер. Давай, давай, смелей. И переводим его вперед. Вперед, вперед, вперед. Электропоезд начинает движение. Мы можем изменить погоду, сменить время года, поставить какое-либо препятствие на путь своему ученику и проследить за тем, как он себя будет вести в подобных ситуациях. Можно поставить автомобиль, человека, животное, любое, все что угодно. Излом рельса. И будем смотреть за действиями машиниста будущего. В каждом вагоне свой экскурсовод. Все они из разных городов России. Вот ведь путешественники. Где только не побывали, чего только не повидали. Всякое бывает. Бывают, хотят маленькие макетики украсть. Даже в последнем вагоне. Кактус хотели у нас украсить, но мы этого не позволили. А вот и тот самый кактус в вагоне современных технологий. Он демонстрирует, как хорошо работает светодиодный стимулятор. Под обычной лампочкой кактус достиг бы такого размера за 20 лет. А под лампочкой стимулятора вырос всего за 6. Вот такие чудеса происходят в поезде музея. Ульяна и Василиса Расколова, Сергей Адушкин, Акилбупсер. От больших новостей к маленьким, семейным. Мама купила для нашего трехлетнего братика небьющуюся кружку. И теперь на нашей кухне все разбито, кроме этой кружки. Слушай, классная шутка. Если бы я был КВНщиком, я бы эту шутку в номер превратил. Думаешь? Вот интересно, как на самом деле рождаются у КВНщиков шутки. Так давай выясним. Пообщаемся с чемпионами школьной лиги КВН команды ГТО. Недавно они вернулись из Анапы, где хорошо выступили на Всероссийском фестивале юниор Лиги КВН. Это ГТО! Готов к творческому отдыху. Именно так расшифровывается название самой яркой и веселой детской команды КВН Чувашии. Что вам больше всего понравилось в Анапе? Мне понравился фестиваль. Ну, это было очень грандиозно, было очень много команд, 50 команд было на фестивале. Все из разных городов. Также понравился очень сильно редакторский состав. Редакторы – это те люди, которые добавляют идеи, убирают шутки. Мне понравилось то, что знаменитые КВНщики туда приезжали, знаменитые команды, такие как Плюшки, Урал. Лично я первый раз был на море, и мне очень понравилось. Еще мы круто отдохнули помимо КВНа. Мы ходили и на дискотеки. Стали за это время большой дружной семьей. С самыми родными. Благодаря яркому выступлению в Анапе ребята попали в телевизионный проект «Детский КВН». А это значит, что мы будем смотреть на них по телевизору на канале СТС. Можете прямо сейчас что-нибудь смешное придумать? Поросенок по кличке Холодец сразу догадался, к чему все идет. По словам ребят, лучшие шутки рождаются случайно. Идеи номеров подсказывает сама жизнь. Есть темы, на которые юные КВНщики шутят особенно часто. О взаимоотношениях между парнем, наверное, и девушкой. Вот про это больше всего, мне кажется, шутят. Много шутили про спинер, про актуальные темы. Приоритетные шутки в детском КВНе – это шутки про школу. КВН у вас занимает очень много времени. Успеваете ли вы делать уроки, ходить в кружки? Я все успеваю. Наоборот, КВН мне помогает в творческой своей деятельности. Только играю в КВН, мне нравится эта игра. Я уделяю этому много времени своего и не планирую заниматься чем-то другим. Если и вы вдохновились игрой, самое время создавать свою команду. Потому что 15 октября в Чебоксарах состоится фестиваль школьных команд. Новый победитель школьной лиги поедет на новый всероссийский фестиваль. Кстати, поездку в Анапу команде ГТО оплатила администрация города. Классная поддержка. КВН развивает человека во многом. У тебя появляется много друзей, много знакомых. Помогает в жизни. Помогает в жизни. КВН во многом еще поможет в жизни. Так что, ребят, не сидите на месте. Встаньте и идите на фестиваль. Идите играть на фестиваль. Соня Яковлева, Андрей Шоклев, Акилбупсер. А теперь загадка. Угадать за ним, как связаны между собой бумага, компас, палочек для еды, бумажные деньги и фарфоровая кружка. Я знаю, их объединяет еда. Палочками мы едим суши. Из кружки пьем. За деньги можно купить любые вкусняшки. А бумагу можно иногда использовать вместо тарелки. А компас? Ну. А компас можно взять с собой на охоту, посадить утку и съесть ее. Интересная версия. А теперь, внимание, правильный ответ. Все эти вещи были изобретены в Китае. Вот это китайцы молодцы. Слушай, здесь еще одного изобретения не хватает. Кунг-фу. Точно. Мастерами кунг-фу не рождаются. Мастерами кунг-фу становятся. Дракон. Самое почитаемое мифическое животное в Китае. Символ добра. Но кто же еще мог стать главным героем праздников в честь открытия в Чубаксарах пекинской школы шаолинского кунг-фу? Боевое искусство, они бывают разные. Но кунг-фу это именно китайское боевое искусство. Их очень много. Их только основных видов 500 номинований. И отлично других видов. Там же используются различные китайское холодное оружие. Мечи, копья, палки и так далее. А за какое время им можно вводить в совершенстве? За всю жизнь. Специальные движения кунг-фу развивают координацию, силу, реакцию, выносливость, память и даже творчество. Кунг-фу занимаются не только для защиты от хулиганов. Это боевое искусство может сделать человеком более дисциплинированным, трудолюбивым, добрым. Кунг-фу даже останавливает процессы старения. Уверен, многие из вас видели фильмы с актерами, мастерами кунг-фу, Джеки Чаном и Брюсом Ли. И уж, конечно, все мы обожаем мой фильм «Кунг-фу. Фанда». Герой мультфильма «Кунг-фу. Панда» – добрый и неуклюжий Мишка. Он прошел множество испытаний и стал настоящим воином-героем. Как ты думаешь, можно ли стать так в реальной жизни? Или это бывает только в сказке? Я думаю, да, ведь пять лет назад я не знала, что такое кунг-фу. А сейчас я уже чемпион мира. А вот еще один чемпион – Россия. У него даже имя сильное – Лев. Покажи самый сложный прием, который ты знаешь. Хай! Мне очень понравился китайский дракон. Прям хороший. И еще, когда люди выступали с веерами, танцевали, вроде все кажется красиво, но меня удивило то, что это, оказывается, можно использовать как оружие. Скоро в Чубаксарах будет очень много ребят. Сильных и телом, и духом. И что я уже записался на занятия. Саша Квасников, Данил Сергеев, Акил Гупсер. Говорят, что каждый человек хоть раз в жизни писал свое имя и фамилию в Яндексе или в Гугле, для того, чтобы узнать свою популярность. И мы тоже попробуем. Пиши. Никита и Данила Васильевы. Ведущие программы. Акил Гупсер. Что ж, давай посмотрим, сколько в интернете наших фотографий и статей про нас. Всего 8 фоток? Ничего, у нас все еще впереди. А пока давай напишем фамилию известного певца Данила Пужникова. 404 тысячи результатов. Вот это известность. А все потому, что Данил большой молодец. Он с детства развивает свой голос. И даже серьезная болезнь не помешала ему стать победителем проекта «Голос в дети». Сейчас мальчик ездит по всей стране с благотворительными концертами. Данил дал несколько концертов в Чубаксарах и успел ответить на вопросы наших корреспондентов. До стеклах, танцы нет для славы. Танцы без правил, ты так не смогла. Здравствуйте, Данил. Мы юные журналисты национального телевидения Чуваши, Лиза и Карина. Мы будем тебе задавать разные вопросы. Я популярный, на который ты, наверное, уже тысячу раз отвечал. А я редкий. Попробуем? Давай. Всероссия тебя знает по проекту «Голос в дети». Общаешься ли ты сейчас со своими наставниками и другими участниками конкурса? Конечно. Общаюсь с многими участниками. Поддерживаем связь и с наставником тоже. А как? Через соцсети или лично видишься? Ну, соцсети в основном. Какой пост в ВКонтакте или Инстаграме ты лайкнешь? На самом деле мне интересно много чего. И как от развлекательного контента до какого-то серьезного, научного. Поэтому ответить на такой вопрос будет сложновато. А любишь смотреть мемом? Конечно. Мемасы. Какие песни ты любишь петь? Деселые, грустные? Ну, нравится рок. Много чего нравится на самом деле. И как эстрадные жанры, зарубежная музыка. Как ты думаешь, певцом рождается или становится? Становится. Люди могут быть талантливые, могут не трудиться, и они могут достичь не очень больших успехов, а которые просто трудолюбивые. Ну, талант у них не такой большой, как, к примеру, у тех. Но они могут стать... Развить свой талант. Развить свой талант и стать более успешными. Как ты учишься? Какие предметы у тебя любимые, а какие нет? Хорошо. Хорошо. Ну как, нормально учусь, приходится. Когда домой приезжаю нагонять все, что я пропустил за время поездки. А так, в принципе, неплохо. У меня сейчас будет выпускной, девятый. Экзамены. Весело. Во сколько лет ты перестал верить в Деда Мороза? Я несколько раз, несколько новых, этих, новогодних ночей хотел проверить. Мама это или папа, или Деда Мороз. Он всегда засыпал, отрубался, у меня не уходило. Вот, на какой-то из этих новогодних ночей, все-таки я решил, что у этого нету, у него Деда Мороза. Как тебе наш город и публика? Красивый город, публика, вообще замечательные люди, потрясающие. Очень понравилось. В мушкутеров был девиз «Один за всех и все за одного». А какой у тебя девиз? Наверное, никогда не сдаваться и идти вперед. В каких странах ты бы хотел побывать? С удовольствием бы в Швецию съездил, куда-нибудь в Исландию. Тут так, где очень живописно, где можно посмотреть и наслаждаться видом. Действительно ли съемки на Первом канале длятся очень долго? Генеральная репетиция уже в день самого прямого эфира, финал. И сам финал вечером. Мы пришли на площадку в 9 часов утра. Были мы там целый день до 6. Там генеральная репетиция. И потом нам дали 2 часа, чтобы мы отдохнули. И все. Потом мы пошли на прямой эфир выступать. Так, потом до час ночи. Потом приехали телевизионщики снимать, интервью брать для Первого канала. В общем, спать мы легли часам к 4, наверное, или к 3. А в 7 утра или в 8, не помню точно время, нужно было быть у Малахова на студии снимать. И еще и петь там. Потому что это весело было. Устаешь ли ты после концертов, и много времени тебе нужно, чтобы отдохнуть? На самом деле я на концерте больше заряжаюсь от всей обстановки, атмосферы, от зрителей. То есть я не могу сказать, что я на концертах прям устаю. А от перелетов, от дороги, от таких вот поездочных моментов я устаю. Спасибо, что нашел время с нами пообщаться. Нам было очень приятно. Спасибо вам. Ребята, давайте снова посмотрим на название нашей передачи о Киубуксе. И подумаем, какие слова можно создавить из этих букв. Присоединяйтесь к кле. Я вижу слово лес, рука, ил, бисер. У меня слово из пяти букв. В эту игру хорошо играют те, кто много читает. Наверное, Лера Никанцлова нашла здесь уже десяток слов, ведь она ходит в литературный клуб. 21 век самый современный. Ланшеты, ноутбуки, телефоны – наша главная проблема. Ведь из-за них мы забываем, что на свете есть книги. К счастью, некоторые люди пытаются избавить мир от зависимости. Ну, например, создают книжные клубы. Про один из них я вам сейчас расскажу. Находится он в художественном музее. Мария Готлиб придумала читать малышам стихи и сказки, обсуждать их, а еще делать поделки и пить чай. Вообще цель моя – познакомить и детей, и родителей с литературой, которая не на слуху, с той, которую не знают. Чтобы это был не Михалков, не Барто, не Чуковский, которые известны всем. Что-то новое, но тоже очень хорошее, то, что достойно внимания, так скажем. На этом занятии ребята слушают сказку «Герои овощной грядки» шведского писателя и сценариста Ульфа Старка. Это история о детях, которые решили помочь старушке приглядеть за ее огородом. Чтобы понять, как живут овощи, мальчикам и девочкам пришлось уменьшиться до их размера. А вот и главные герои. Участники клуба сделали их сами из бумаги. Иллюстрации книги словно стали живыми. Прямо на наших глазах. Помогать друг другу и уметь дружить – очень важно. Вот о чем думаешь после таких занятий и после прочтения истории Старка. Что тебе больше всего нравится в этом клубе? Читать книжки, делать поделки или пить чай? Пить чай. А почему? Потому что вкусно. Музейный детский книжный клуб работает уже два года. Эти ребята с нетерпением ждут новых встреч с книгой. Для них она на первом месте. Лера Никандрова, Соня Родионова, Акел Бупсер. Ребята, угадайте, сколько лампочек горит в нашей студии? Правильно, много. В телевизионных студиях используются светильники разных видов. Одни подсвечивают задний фон, другие – наши плечи, а третьи – лица. Есть тут и лампочки, которые включаются просто для красоты. А смещение вообще может творить чудеса, превратить кое-что в старое, кое-что в новое. В городе появилось новое колесо обозрения? Такой вопрос задает каждый, кто проезжает мимо парка 500-летия Чебоксар. На самом деле колесо все то же, просто его перекрасили и как следует украсили. Один, два, три, четыре... Что ты делаешь? Пытаюсь сосчитать. Сколько тут лампочек, только все время сбиваешь. А я тебе точно скажу. Их 2779 штук. Они дают более 16 миллионов оттенков. Ничего себе! Я ведь журналист, вот и владею информацией. И сейчас попробую получить новые данные. Здравствуйте! А где здесь находится кнопочка, которая включает эти лампочки? Привет! Кнопка находится вот здесь, в пульте управления колесом обозрения. Нам нужно открыть пульт. И вот этот переключатель, он как раз выключает и включает освещение на колесе. Ты, если хочешь, можешь попробовать. Конечно! Чувствую себя настоящим повелителем света. Все лампочки на колесе светодиодные. Они загораются ровно в 6 вечера и дарят нам радость. До 23 часов на колесе даже появляются буквы и цифры. Всего сейчас записано где-то 15 эффектов на сегодняшний день. Но эта вся система позволяет очень быстро менять картинки. То есть они создаются с помощью компьютера, прорисовывается эффект, записывается на флеш-карту. И затем флешка вставляется уже в контроллер, который находится посредине колеса. Их создаю я. И я могу в любой момент их поменять. И по большому счету это все работает как монитор от компьютера. Ты можешь воспроизводить любую картинку, какую тебе только захочется. Ну то есть в следующем году чемпионат мира, скорее всего, это будет что-то вроде футбольного мяча. На день Чувашии мы можем сделать, что все колесо будет в форме флага Чувашии. Ну и тут уже только все зависит от воображения. Все что угодно. Особо отмечу, что кататься на колесе обозрения стало еще и безопаснее. Здесь заменили сидения, болты, электродвигатель. Но правила поведения никто не поменял. Нельзя вставать с мест, прыгать, раскачивать кабину. Можно смотреть по сторонам и любоваться нашим красивым городом с высоты 27 метров. Настя Фандеркина, Андрей Шоклев, Акилбупсер. На сегодня это все. Увидимся, как всегда, на национальном телевидении Чувашии или в интернете. Ребята, будьте активными, рассказывайте нам о своих новостях, задавайте вопросы. Мы с удовольствием приедем на съемку в вашу школу или кружок. Так что ждем приглашения. Учитесь на пятерке, помогайте родителям и не ссорьтесь с друзьями. До свидания. Студия танца «Джем», национальное телевидение Чувашии, развлекательный центр «Ананас» и Мадагаскар Парк представляют новый сезон проекта «Танцы без границ. Кидз». Какие направления самые популярные на кастинге проекта? Для чего участников просят импровизировать? Кто покорил жюри врожденным талантом? Новый сезон программы «Танцы без границ. Кидз». Премьера 14 октября в 20.30. Только в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова